Всем привет! С вами Ирина, ифтеолог Центра океанографии и морской биологии Москвареум. И сегодняшний наш выпуск снова посвящен радостному событию Новому Году. Как всем известно, приближающийся новый 2021 год по китайскому календарю это год быка. И поэтому сегодня мы хотим рассказать о обитателях на нашей экспозиции, которые имеют какое-то отношение к этим замечательным животным. Итак, первый обитатель, наверное, самый милый из всех наших пластиножаберных, это скат Бочарыл. И прямо у меня за спиной аквариум с этими рыбами. Обратите внимание, мордочка у ската Бочарыла немножечко такой скругленной формы и похожа на нос именно коровы или быка, за что он и получил свое название. Ну, наверное, это действительно единственное, что роднит ската Бочарыла с крупным рогатым скотом. Ну и молока от него, конечно же, тоже не дождешься. Но не только форма носа может роднить рыб с быками. На нашей экспозиции есть еще один замечательный скат, который называется Бычехвостый. И название свое он получил, конечно же, за свой достаточно толстый и мощный хвост. Давайте на него посмотрим. Бычехвостый скат обитает в открытом аквариуме на морской экспозиции. Вот он как раз таки здесь, на него можно посмотреть. Отличает его достаточно темная серая окраска и, конечно же, строение его хвоста. Скат Бычехвостый это скат хвостоков, поэтому в основании его хвоста есть достаточно опасный шип. Хвост у него достаточно массивный. Но, конечно же, самая отличительной особенностью, которая и роднит его с быками, является кисточка или своеобразное утолщение кожи на кончике его хвоста, что придает ему некоторое сходство с коровами. Также в этом аквариуме обитают наши японские бычьи акулы, новички на нашей экспозиции. Мы совсем недавно высадили сюда пару этих замечательных животных. И для тех, кто не может найти их на экспозиции, маленькая подсказка. Обычно они обитают именно вот в этом углу аквариума. Поэтому приходите и наслаждайтесь нашими замечательными обитателями. Сейчас мы познакомились с крупными обитателями, которые получили название из-за сходства с быками. Теперь давайте познакомимся с рыбками поменьше, которые тоже очень похожи на крупный рогатый сход. В аквариуме акулий детский сад живут наши одни из самых очаровательных обитателей. Это малыши кузовков коровок. Своё название они получили благодаря рожкам, которые находятся у них на голове, прямо как у настоящей коровы. В детстве эти рожки достаточно длинные и острые, но с возрастом, поскольку кузовок обкусывает разные обрастания и ищет планктон на камнях, эти рожки стачиваются. Понаблюдать за крупными кузовками коровками, в которых рога уже практически полностью сточились, также можно на нашей экспозиции в аквариуме с рыбами-кузовками. В аквариуме за моей спиной обитают уже взрослые, крупные кузовки коровки. Кстати, крупный рогатый скот, который лишён рогов, называется камолом. Именно так можно назвать наших взрослых кузовков. Они очень похожи на камолок коров. Мы с вами познакомились с рыбами, которые получили название благодаря внешним сходствам с коровами и с быками. Но существует множество рыб, подсемейство бычковые, которые получили своё название именно за их повадки. Это рыбки, которые практически пасутся на морском дне и просеивают песок. В аквариуме с кузовками-коровками обитает бычок балансиен золотоголовый. Очень интересно наблюдать за его поведением. Он плавает около дна, просеивает песок и таким образом добывает себе пропитание. На экспозиции москвариума обитает множество различных бычков, которых можно найти в разных аквариумах, как на морской, так и на пресноводной экспозиции. В аквариуме с полипами и дисковыми актиниями обитает один из самых скрытных бычков. Это бычок немотелиодер. Обычно он проводит много времени в своей норе среди камней и выходит крайне редко. Поэтому среди сотрудников существует поверье. Увидел этого бычка, весь день будет сопутствовать удача. Я уверена, что в 2021 году всем гостям, которые увидят этого бычка в преддверии Нового года на нашей экспозиции, будет сопутствовать удача. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! С вами была Ирина, ифтеолог Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».